Я ворона, я ворона, ла-ла-ла-ла. Хачапури, хачапури. Это грузинская. Саш, ну чтоб плов готовить, казан нужен. На Ташкент ехать, на казан он тогда. Где вы таких красивых жен нашли? Или они вас нашли? Самаркан! Свои, свои. Поломанные, но свои. Где конкретно дом твой? Ну не все. Мой в Московской области, город Видное, рядом с Москвой. Не буду уж говорить, что я московский, а то Паша скажет, что я замка даже. Поэтому да. Евгений Николаевич, тебя назвал московским узбеком? Ну да. Ему можно. Или подмосковный узбек? Не, подмосковный, подмосковный. Так, получается, что... Ну когда иногда бывает, что московским становлюсь. Ну да, ну я в Москве, но тоже в южном округе, так сказать. И, Тём, будем с тобой тогда против этих двоих. Потому что я напомню, что мы с Артёмом очень давно знакомы, работали вместе в московском Спартаке. И когда у меня должна была родиться младшая дочка, я так посмотрел, что в южном округе никуда жену не довезу. И, в общем, поехали мы рожать в город Видное, на родину, так сказать, Артёма. Так что будем с тобой... Ко мне. Ко мне. Котогорцев. Город. Ребята, так получилось, что мы все работаем в ташкентском ХУМО, но сейчас не в Ташкенте. Есть какие-то мысли? Есть уже определенная ностальгия по Ташкенту? Вот. Паш, как ты? Или еще пока дома? Вообще, до того, как это все началось в мире, как бы мы планировали там целый месяц еще пожить в Ташкенте, остаться и смотреть в Узбекистан. То есть, ну, хотели там пожить, потому что хотели там пожить и остаться. Ну, так все случилось, что пришлось вот нам всем вернуться на родину и скучаем по Ташкенту сейчас. Жень. Ну, это аналогично, в принципе. Там хорошо, тепло, здесь снег. Уже сошел почти. Машину пришлось чистить часто. Там ее не было, и времени было больше свободного. Ну, плюс для ребенка там лучше было, чем там гулять было, где сколько парков. У нас магнитки тяжеловато с этим, с парками. Поэтому, да, может придется вернуться за вещами. А вы не могли себе сделать эффект? Сделают еще, сделают парки. Эффект вот такой в стриме, чтобы трубы такие магнитогорского металлургического комбината торчали. У вас есть такой эффект? У меня процессор не поддерживает. Из окна просто выглядишь. И в окно просто камеру надо повернуть, и все, и там сразу будет. Артем, скучаешь по Ташкенту? Я, да. Ну, у меня схожая ситуация, как у ребят. Мы, в принципе, обсуждали это, что мы хотели еще остаться вне зависимости, если сезон завершится. Как бы сто процентов побыть подольше в Ташкенте. Солнечная погода, всем комфортно. Побыть вместе после сезона, отдохнуть, обсудить, вспомнить его. Как-то планировали, ну, по максимуму остаться, а потом уже разъехаться по домам. Поэтому, естественно, мы вспоминаем. Особенно у меня дома точно. Как бы в себе кругу мы тоже обсуждаем это. Что нам понравилось, и здорово прошел сезон. Поэтому мы с удовольствием прилетели бы еще туда. Отлично, отлично. Ну, я представлюсь для тех, кто не знает. Меня зовут Александр Малышев, руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Хумо». И я призываю всех, кто смотрит сейчас наш стрим, соответственно, писать вопросы в Facebook для наших хоккеистов. У нас сегодня первая тройка для тех, кто только что подключился. Первая тройка «Хумо». Лучший бомбардир команды Евгений Григоренко. Обладатель звания лучшего гола сезона Павел Сдунов. И центр «Хморунин». Пишем всем вопросы, можно всем троим, можно по одному. Как вам будет удобно. Паша, вот вчера буквально новость о том, что твой гол признали самым красивым. Скажи немножко об этом. Ну, я даже не видел это голосование, если честно, как-то я слежу, но пропустил. И мне есть, с тещей скинули вот ссылку, ну, типа, вот, ну, и начали следить, и начали рассказывать о том вместе. И вот скинули вчера друзья, да, типа, что первый раз вставил. Ну, приятно. Ну, ты доволен? Приятно. Жень, ты забил больше всех голов. Какой из них в твоей личной градации самый красивый или самый важный можешь разделить? Вот как ты считаешь? Да, блин, так тяжело все вспомнить. Ну, вот, от какого гола у тебя было самое большое моральное удовлетворение? Серега и Лин в пустые когда-то там. Вот, вот. Про голы в пустые мы еще поговорим попозже, да. Тем, у тебя какой гол по градации самый красивый? Так, красивый, так я редко красивый забиваю голы, честно. Наверное, самый важный, вот, который с Торосом был, пусть будет он такой. То есть, в седьмом матче ногой. Ну, ну, да, 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 пусть мы и так его тройкой сделали. Хороший, важный гол, да, для команды, для нас, и поэтому его туда закинем. Такой, рабочий. Евгений Николаевич Попихин любит такие голы, рабочие. Ну, ты много таких забиваешь, да, это понятно. Твой участвовал гол, участвовал с Рязанью в самой первой игре. Ты помнишь, что я тебе сказал после первой игры, когда мы увиделись возле пресс-центра? Помню, но уже достаточно тяжело. Я там еще не, потому что я там отличился не только, как положительно, с голом, с этим. Я еще там и в удалениях поучаствовал достаточно много, и много событий было. Про удаление помню, что ты мне сказал. Да, я тебе сказал, ты умерся в том матче четыре раза. Какие новые были? Да, я тебя знаю больше десяти лет. Я первый раз вижу, чтобы один игрок получил четыре малых штрафа в матче. Ты мне объяснил, что это были новые игры. Да, да, да. Да, так и было. Так и было. То есть потом я столько не удалялся. Мне Сева Сорокин сказал, как так можно удаляться, а сам потом в середине чемпионата три раза удалился. Чуть-чуть не догнал меня. Не догнал, не догнал, бывает. Не догнал, да, не догнал. У нас поступают вопросы сейчас. Как раз Артему первый вопрос. Почему Артем не отвечает в чатах, в отличие от Жени и Паши, которые отвечают? Вот так вот болельщики Хумо спрашивают Артема, который, наверное, не умеет пользоваться соцсетями. Да, наверное, поэтому мало внимания я уделяю соцсетям и в чатах, но я не знаю. У меня, кстати, немного чатов, поэтому где отвечать особо как-то я не вижу. Ну и вообще, честно говоря, да, мало я уделяю внимания соцсетям, поэтому... Ну, когда, если что-то вижу, то позитивно к этому отношусь, с улыбкой, но надо либо тогда... Просто позиция такая у меня. Либо всем отвечать, либо, наверное, никому. А поскольку человек я достаточно занят, честно, в плане... Все-таки два ребенка и много суючусь-верчусь и как-то немножко абстрагируюсь от соцсетей. Иногда вижу что-то, иногда пропускаю, и поэтому выбрал, наверное, пока такую позицию, что лучше буду промолчу со всеми, нежели чем кому-то буду отвечать выборочно, кому-то нет. А так всем не отвечаешь вроде как-то получше. Ну, мне так кажется. Поэтому, чтобы никто не обижался, да. Да, ну мы поняли твою мысль, Тёма, да. Вопрос всем троим. Какие у вас прозвища в команде? Жень. Григо. Паш. Ха-ха. Ха-ха. Ну, Артём. У меня ворона. Меня всегда так называли. Не ворон, а ворона всегда. Ну да, мне как бы и нравится, ну и всем легко. Поэтому нормально все как-то, все по-легкому у нас. А так мы все братки, а все братки такие, друзья, братки, общаемся так по-братски. Отлично. Ты помнишь, когда как раз ты забил победный гол в седьмом матче в Нефтекамске, и когда ты выходил из раздевалки, что пели болельщики? Я ворона, я ворона, ла-ла-ла-ла-ла. Вот давайте все вместе спорим. По-моему, такое было. Да, отлично. Ну, надо нам переместиться туда, в Нефтекамск, в раздевалку. Тогда мы спели сейчас. А сейчас уже мы такие. Да, может быть не в Нефтекамск, может быть куда-то в другой город, на более высокой стадии. Но это уже для будущего. Ну да, 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 да. Ребят, вопрос такой. Кто главный весельчак в команде? Женя, как это сессиями? Я не знаю, много кто мог там. Ну, Аниська, наверное. Так, Аниська. Паш, что ты думаешь? Ну, мне кажется, у нас так одно было как бы выделить. То есть у нас вот когда сходится в кучу, два-три человека, четыре, и все, и юморить начинают. И все подкатывает, и такой юмор так струнется. В чем, как ты думаешь? Ну да, я тоже согласен, что Миша Анисин, Артем Ворошила очень веселый. Но можно, да, веселить по-разному. И поэтому иногда Сева Сорокин очень смешно может рассказать историю какую-то. Но вот у нас круг лиц, ну и, соответственно, ребят, которые на экране. Мы все между собой общаемся. И как-то действительно одного человека тяжело выделить. Вот собираемся и начинаем все шутить в раздевалке. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Вот теперь серьезный вопрос поступил от болельщиков. Вы все, соответственно, ребята, прошедшие континентальную хоккейную лигу. Как вам этот сезон лигой ниже в ВХЛ по сравнению с вашим опытом континентальной лиги? Паш, с тебя начнем. Ну, скажу честно, поначалу было тяжело перестроиться, лично мне за себя говорю. То есть как-то, ну, именно первые матчи было тяжело перестроиться, понять это все, эту лигу от хоккей. Но достаточно быстро, наверное, адаптировался и, в принципе, нашел свою игру. В сравнении с КХЛ, ну, меньше борьбы, скорости. То есть есть команды в этой лиге, которые, как бы, ну, играют примерно на каких-то там скоростях, как в КХЛ, в такую игру силовую. Ну, вот в этом эта лига встает. В КХЛ больше толкотни, беготни больше как-то, ну, все. Это плюс или минус вышки? Как ты считаешь? Это просто данность, понял. Жень, что ты скажешь? Ну, как дальше? Не, ну, в плане беготни-то бегать сейчас все умеют, бегают. Просто бывает здесь не система играть, да, там, кроме звезды, наверное, Динамо, СПБ. Пару команд, наверное, системных достаточно. Остальные, в принципе, просто бегают. И за счет того, что много молодых ребят играет, и получается много ошибок. За счет этого как-то хоккей немножко по-другому. В КХЛ все равно, во-первых, площадки здесь еще везде европейские. И в КХЛ сейчас то, что меньше сделали для поляны, и стало все ближе, и контакта больше. На европейской площадке даже в КХЛ такого особо не было, что прям бились. В плей-офф, наверное, единственное, да. За счет, вот, я думаю, что размер влияет очень. Если были бы все канадские площадки, в вышке бы, наверное, хоккей был бы другой. Даже если взять все игры, которые у нас дома были, все команды приезжали, неважно, там, снизу, сверху в таблице. Все равно больше контакта было, борьбы. И интереснее намного смотреть, и самим даже. Тем, что скажешь? Ну, я согласен с Женей, вот, что в плане намного слабее, наверное, не то, что беготня. Правильно говорит Женя, что все научились бегать уже достаточно хорошо, быстро. Все понимают, почему они могут остаться в команде. Все исполнительные ребята высшей лиги. То есть, и на перспективу, на будущее работают, потому что много молодых ребят. Но слабость высшей лиги – это в нюансах. То есть, нюансы в хоккее настолько много, что ветераны там еще, которым там за 30 уже, много чему могут научиться в современном хоккее. А уж не говоря о молодых ребятах, ребятах нашего возраста. Поэтому на этом где-то можно сыграть. То есть, высшей лиге, я думаю, что чуть меньше, да. Ну, опыт и нюансов, поэтому вот так расходятся две эти лиги. А по там единоборствам тоже, конечно, послабее. Везде немножко послабее, поэтому я думаю, что это в хейл. То есть, во всех аспектах чуть-чуть где-то в силу возраста, в силу мастерства. Естественно, также много молодых тренеров тоже учиться и учиться. То есть, это нормальный процесс, и все это проходит через сначала молодежную лигу, потом высшую лигу. Потом уже кто выходит на определенный уровень, пробует свои силы в хейл. Вот так я оценю. Ну, естественно, я как бы доволен все равно лигой в хейл. Я считаю, что уровень там приподнялся, нежели... Может, по мастерству понизился немного, но приподнялся вообще во многих аспектах. Нежели чем было там 10 лет назад. Я помню, ты ездил из Спартака в Сокол Красноярский. Наверное, в Химике был, да? Вот у тебя есть сравнительный уровень высшей лиги. Ты вот по своим, соответственно, воспоминаниям сейчас говоришь, что высшая лига выросла в мастерстве. Нет, в мастерстве я не выросла. Как раз таки было, когда... По уровню самой лиги, да, я неправильно выросил. Да, мы ровесники все и прошли этот путь. Наверное, все бывали в высшей лиге. И поэтому на тот момент были очень... Сейчас лимит на взрослых игроков. Тогда лимита не было. По мастерству вопросов не было. Был чуть-чуть помедленнее хоккей, но помастеровите. Сейчас же больше добавилось профессионализма самим игрокам и самой лиге. То есть, соответственно, стадионы, там, оборудование. Ну, все стараются выйти на определенный уровень. Поэтому в этом плане я считаю, что высшая лига добавила. А по мастерству, да, вот по этим нюансам, конечно, поскольку лимит на игроков есть, я считаю, и много молодежи, естественно, в этом плане, аспекте высшая лига уступает. Но ничего, это все дело времени. Артем, тебе такой вопрос шуточный. У тебя плей-офф продолжается или ты бритву забыл в Ташкенте? Нет, дома бритва просто так получилось. Не успел я побриться. А так, конечно, вообще я не люблю больше ходить гладко выбритым, нежели щетиной. Извиняюсь. Жень, тем, что мы просто тебя начнем. Узнают ли вас в лицо в Ташкенте, соответственно, не на арене? Нет, ни разу не подходил, никто не подходил нигде. Много где были так, но никто ни разу не подходил. Ну, только, соответственно, после матчей, когда болельщики встречают, аплодируют, берут автографы? Ну, да, только после игры все. И то приходилось пару раз выходить с другого выхода, потому что там человек, наверное, 60 стоял. И там, блин, домой надо было быстрее приходилось как-то там ходить все. Еще пока, это еще пицца горячая, надо было пиццу домой горячую довезти. А-а-а, понятно. Паша, тебя узнавали в Ташкенте? Ну, Женя-то он поменьше все равно, он там с ребенком чаще, с женой дома были. А мы как бы, ну, ходили, смотрели кухню, местные места. Мы как бы, нас уже, да, то есть они, и просто что мы ходили в определенные места, уже нас узнавали. Ну, и как-то вот, то есть, так, чтобы меня такси отвел, вот, и Паша сдунул, но такого не было. То есть, я ему говорю, хумо, а он говорит, о, что ты там работаешь? Я говорю, да, кем? Ну, так, вот, хоккейс, ума, хумо. Чтобы, да, вот так узнали, просто, я его, да, и, возможно, автограф, такого пока нет. Ну, все впереди. А вы видели кадры, кстати, в метро, когда после побед происходит прям как все по-взрослому? Идем, ты видел? Конечно, у нас Саша Щербина ролики делает, поэтому, да, и выкладывается в Инстаграме, поэтому, что мы вдруг что-то не заметим, то Александр Щербина нам обязательно все это напомнит, нарежет и выложит у себя в Инстаграме. Ну, по крайней мере, мы всех людей знаем, которые, всех людей знаем, которые отмечают Сашу Щербину в Инстаграме, потому что он всех выкладывает, поэтому с многим болельщиками мы знакомы. Он очень много маркетинг подрабатывал. Ну, что ж, отлично. Пока травмирован был, очень даже помогал, кстати говоря. Вот, какой-то вопрос у меня был, вопрос, кстати говоря, очень такой серьезный на самом деле, немножко пошутили, теперь градус повысим. Вы все трое, вот сейчас вас записывает камера, вы все трое уже приняли решение, хотите ли остаться в УМО? Нет, ничего еще не приняли. Давай, пап, с тебя. Нет, сразу. Решение, решение. Вообще решения пока нету, потому что мы сейчас еще такая ситуация в мире, как бы мы ждем, какие варианты продолжения карьеры будут у каждого из нас, и потом уже можно будет выбрать. Так что, показалось, что мы точно попадаемся в УМО, нет точно. Ну, то есть, вообще, я не знаю, я беру мне ожидания. Ну, хотел бы остаться при прочих равных. Понравился тебе сезон в УМО? Понравился сезон. Ну, конечно, хочется в КХ вернуться в СИБУ. Ну, вот, посмотрим, будем смотреть. Отлично. У кого там что-то, ребенок играет, со звуком у нас проблемы. Жень, как у тебя, какой ответ у тебя на этот вопрос? Ну, сейчас, Саша, тяжело сказать. Во-первых, сейчас еще в апреле идет, 5 апреля, 6-й, 7-й, 5-й, да? 6-й. Во-первых, контракт еще действует. Плюс неизвестно, да, с этой ситуации в мире вообще, как это будет складываться. Сейчас все закрыто везде, Европа, Россия. Да вообще весь мир закрыт. Вообще есть... Начнется следующий сезон вовремя, не начнется, никто не знает. Плюс, да, все, наверное, читают новости, ни для кого не секрет, что много сейчас экономика, да, падает. Наверняка это ударит по финансированию клубов. Соответственно, несмотря на то, что блок сделали в КХЛ, условно, да, там, которые прописали 900 миллионов, неизвестно, будет ли он, если еще вообще меньше сделает. Потому что руководители же тоже там сидят, мне, условно, не дручки. И все понимают, что это твои деньги, и все умеют их считать. Вот, поэтому сейчас все так как-то в подвешенном состоянии, как более-менее пойдет на спад, по крайней мере, в России, дай бог. Вот, уже можно будет какие-то прогнозы делать уже. А пока сейчас все так, я думаю, многие команды, многие клубы там, да, и руководители, гейм-менеджеры, директора клубов, сами в ожидании, им нужно от чего-то отталкиваться, да. Но опять же все упирается в финансирование, потому что нужно же понимать, кого подписывать, на сколько подписывать, за сколько подписывать. Сейчас пока тебе не было что-то сказать. Понятное дело, как Паша Скалка, Хэллахо туда вернулся, потому что, ну, играть там, потому что, ну, уровень другой, и все такое. В Хумо, в принципе, все было нормально, да, какие-то были недочеты, но эти недочеты списать можно на первый год команды, это было понятно, что идеально все прям не будет, а как бы в процессе все создавалось, и достаточно все неплохо. Было-было, потом уже вышло даже на хорошо все, и я думаю, что это было большое будущее, и я думаю, на следующем сезоне все будет четко до конца, везде. Отлично. А, Чем? Да, ну, да, такое понятное дело временно, но я думаю, это для всех время, поэтому сейчас руководство, руководители клубов, естественно, могут посмотреть всех игроков, изучить, и, наверное, никуда не надо спешить, хотя некоторые, кто-то выбирает позицию пораньше сделать предложение, кто-то попозже подождать. У клубов разные задачи, поэтому посмотрим, да, как ситуация будет развиваться. То есть, что понравилось, нам понравилось, да, и в Ташкенте, и в Хумо, это сто процентов. Но как дальше ситуация будет развиваться, пока мы не знаем. Время достаточно, но, естественно, только позитивные мысли и слова, можно говорить о Хумо. Отличный сезон. И для нашей тройки, я думаю, и для команды, и для города, для всех получился хороший сезон. Но посмотрим, как будет. Время еще есть у нас. Время у всех есть, поэтому посмотрим, да. Хорошо. Скажите мне, друзья, вы уже научились готовить, или ваши жены, вы все женатые люди, или ваши жены готовить узбекские блюда? Паш, не по узбекским рецептам, но готовим. Плов? Да, хачапури. Хачапури узбекское. Я так грузинское. Грузинское. Ну вот. Нет, мы не готовили еще узбекские. Саш, ну чтобы плов готовить, казан нужен. Надо в Ташкент ехать, за казаном тогда. А-а-а. А в магнитке, думаешь, нету? Ну, лишь только сварить самому. Кастрюлю такую большую. Ты знаешь, я люблю в Москве ходить в одно очень известное узбекское заведение. Вот, такое сетевое, да. Чихана номер один называется. Извините, если это реклама чья-то. Вот. Так там очень вкусная еда узбекская, но сами люди говорят, что даже вода другого качества в Москве, грубо говоря, даже они привозят все ингредиенты, из Ташкента. Морковь там, рис, понятное дело. Но даже вода немножко не такая. Поэтому тут уж согласен с тобой, Жень, что надо, наверное, ехать в Ташкент, чтобы готовить блюда. Ну, раз уж мы заговорили о Ташкенте, у меня рояль в кустах, вот тут есть такая система, называется Алиса. Алиса, привет. Алиса, поставь группу Ялона. Алиса, стоп. Алиса, поставь группу Ялона. Алиса, поставь группу Ялона. Что-то Москва, Саша, испортила. Причем здесь Дэвид Гетто, я не понял, но... Вот сейчас, кто первый угадает, какая это песня, получит от меня приз. Шазамом не пользоваться. Я что, не слышно ничего? Сейчас будет. Мне кажется, что я в первый раз слышу вообще эту песню. Я вообще ничего не слышу. Я угадаю эту мелодию с трех нот. Все, не угадали ничего. Эта песня называется «Учкудук». Алиса, стоп. Алиса, стоп. Эта песня называется «Учкудук». Это три колодца. Сразу видно, что вы молодое поколение, не жили в Советском Союзе. Это самая известная узбекистанская группа в Советском Союзе. Елла с хитом «Учкудук». Ну, раз уж мы про песни немножко заговорили. Паш, твои друзья написали для «Хумо» песню «Хумо вперед». Скажи, тебе в раздевалке предъявляли, почему в этой песне забивает только 42-й? Ну, да, конечно. Какое еще должно было быть, если мой друг написал песню? Ну, я ожидал, что там моя фамилия там или что-то со мной будет в этой песне. Конечно, можно было там еще вставить, но все равно это же писалось в песне. Все бы не поместились, да? Приятно, так скажем. Вот у нас мой друг сейчас смотрит перед Димом и привет. Да, Саша, привет. Мы тоже общались. Александр дарит «Хумо» эту песню, права на нее. И, соответственно, уже наш ивент-менеджер Евгений Трунин включал ее на арене. Кстати, вы как-то услышали, что эта песня звучит на арене? Какое отношение, Жень? Здоровское. А понравилась вообще песня сама по себе? Да. Ну, такая, как в стиле рока, наверное, сделана. Получается. Немножко. Ну, припев, по крайней мере. Подходит на гимн «Хумо», да? Будет гимном. Да, не, хорошая песня. Понравилась, честно. А то, что он второй забивает, мы только рады. Пусть каждый мать забивает, да? Да, конечно, да, вообще не вопрос. Мы заинтересованы с Женей в этом, поэтому пусть забивает. А вам ассистентские баллы, да? Сейчас я ее включу, чтобы люди понимали, о чем речь. Да. Алиса! Нет, не Алиса, это у меня из компьютера. Алиса, молчи. Причем песня такая в повествовательном плане рассказывается, как вы... Я один ничего не слышу, что ли? Да, я тоже... Не слышно? Я вообще ничего не слышу. Нет, нет, нет. Я слышу, какие-то мультики находят. А, ну все, тогда выключаем. Раз не слышно, значит, отменяется. На сайте. Ну, Алиса пока не знает этих песен, но все впереди. В общем, там смысл, что наши лучшие, наши победили. А 42-й забил, понятно. Так. Смотрим дальше вопросы. Почему у большинства хоккеистов левый хват? Вот такой вопрос профессиональный. Жень. Ну, я не знаю, наверное, как в детстве, плюшку дали какую-то. Что было, то и дали. Ну, кто правый, левый хват, наверное, да? Типа, кто правый, ложку держит. А правший больше в мире. Ну, да, наверное. Ну, я ребенка сейчас вот праворуку пытаюсь приучить. В смысле, больше ценится на рынке? Ну, и у них, они как рукой кладут. Ну, вот, Александр Щербина у нас левша. А играет левым хватом. То есть, твоя теория про то, что... Вот они состыковка. Он где-то был на программке праворучим. Ладно, дальше вопрос. Он-то по две руки, на самом деле, может. Да, да. Бранд Тенахан, второй. Вот такой вопрос. Кто закупился гречкой, признавайтесь? Три пачки взял. Так, Жень. Я две. Чем, а две? У нас кто-то покупал до нас, походу. Кто-то здесь жил. А-а-а. Вот так. Родители... Я макаронами закупился. Да. Макаронами? Как бы так. Да, 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 да. Ну, макароны с курочкой, быстрые углеводы. На игру-то не надо сейчас. Зачем? Ну, там можно разные вариации делать с макаронами. Ну, пусть будут. Да, да, да. Один раз пришлось закупиться панике. Вроде нормально. Кстати, поддались панике вы или ваши родственники? Или все-таки более-менее так? Нет, спокойно. У нас спокойно. У нас и, в принципе, паники нет. Ну, как бы, все соблюдают меры предосторожности, но в панике скупать все – нет. Я вчера согласен, что 16 человек шло по району, один в маске. О какой панике речь? Понятно. Ну, ладно. Как раз подняли тему самоизоляции. Карантин нельзя говорить, потому что это совершенно другая вещь, но самоизоляция. Кто чем занимается как раз в эту самоизоляцию? Женя, судя по всему, сегодня ездил на машине. Причем он. Нет? Я тренировал. У меня тренировка, да. Он и был как раз единственным, кто был без маски. А. 16 человек. Ну, давайте. Кто чем занимается? Женя, давай с тебя начнем. Ну, в принципе, так-то у нас дни сильно не изменились. Мы, ну, вот как объявили, да, карантин везде. Ну, самоизоляцию. Мы, наверное, один день посидели буквально дома. Ну, с ребенком маленьким это тяжело, потому что ему на улицу надо, он просится. И все, мы потом стали выходить там 10-15 минут, так часто сходили, мусор выехали. Вот, затем как-то больше стали уже выходить. Ну, и все, и плюс сейчас, ну, с женой дома постоянно занимаемся. Так, подкачиваемся чуть-чуть. Ну, и плюс сейчас вот там с товарищем, с другом стоим на улице стали тренировки проводить там под прямым эфиром. У него, он просто профессиональный тренер. Вот, как бы, занимаемся уже так, наверное, день 8. Не рано он начал к сезону готовиться? Саш, ну, а сейчас так, если посмотреть, да, сейчас начало апреля, сейчас если начать отдыхать, то уже к концу апреля себя можно запустить так, что потом придется весь май провести, да, там все равно где-то мышцы спадут, придется какой-то вес все равно наберется, потому что, ну, когда ничего не делаешь, почему-то есть охота. Вот, а когда чем-то занимаешься, да, ты, во-первых, сжигаешь, во-вторых, ну, и не наберешь. Лучше так заниматься, потом отдохнуть там 2-3 недели, потом опять начать. Потому что тяжело потом просто будет, и все. Паш, как у тебя? Ну, приехали в Магнитку, прилетели дома, недели, сидели дома. Ну, то есть мы даже вообще ни с кем не виделись, у нас все друзья тоже, кто приехали из других команд, все как сидят по домам, мы вот только созваниваемся, списываемся там по видеосвязи, держим связь, сидим дома, в общем. Всем занимаемся дома, ну, мы решили с женой привести в порядок нашу квартиру, то есть выбираем угол, место, там разбираем вещи, кучу пакетов, пакетов 10 старших вещей собрали, отдать где-то дом, в церковь, то есть, ну, что нам не нужно уже нам. Мы вот так разбирали по дому дела, домашние дела делаем вообще. Ну, мы видели заставку у тебя в начале нашего выхода в эфир, да. К этому стремитесь, я так понимаю, да? Тем, как у тебя? Ну, в принципе, все так же, да, поддерживаю форму, немножко занимаюсь полностью с детьми, мне как бы не приходится, у меня полегче ситуация в том плане, что я не в квартире, за городом нахожусь, участок, и с детьми можно выходить никуда, не выходя за территорию, то есть на территории места достаточно, все для этого есть, для детей, поэтому и для, в принципе, для нас, там, для взрослых то же самое, и велосипед, там можно прокрутить и в баню сходить, ну, такие восстановительные процедуры. Ну, поскольку Москва очень огромная, и постоянно куда-то надо было все эти гады, даже в обычный банально в зал ездить, надо было выбираться, преодолевать приличное расстояние. То есть сейчас все закрыто, официально ты можешь находиться дома, никуда не выезжать, проводить время максимально. Максимально семьей, и... Ну, при этом все равно у меня тоже порядочные друзья, которые сидят, соблюдают самоизоляцию, и уже достаточно давно, живя при этом в квартире, там, около двух недель, и... Мы живем в радиусе, там, километра трех, и, то есть, мы можем периодически встречаться. Потому что сейчас все дома сидят, на удаленке работают, и, да, именно с ними мы пересекаемся, как бы. Ну, я считаю, никому не вредим, и никого там не испугать этим. Между собой, с незнакомыми людьми, или с людьми, которые находятся на расстоянии, контактируют с другими людьми, ну, соответственно, пришлось встречи отложить, даже с близкими друзьями, товарищами. Поэтому только вот, кто рядом со мной. Поэтому заниматься, на самом деле, не скучно. Есть чем заниматься. Поэтому вообще, как бы, я точно на это не жалуюсь. Мне очень комфортно. Ну, отлично, отлично. Раз уж ты про своих детей заговорил, у тебя два сына, Таша и Саша, в Ташкенте, начал заниматься хоккеем. Вот вопрос такой пришел. Где он занимается сейчас, с каким тренером? Там занимался или здесь занимается? В Ташкенте, в Ташкенте. В Ташкенте был выбор такой. Много раз мне задавали вопрос, почему и куда ты его отдал. Отдал в школу Симург. Вот. Только не знал ни одного тренера, собирал информацию так понемножку. Говорили, ну, позитивные отзывы, в принципе, о всех были. Достаточно недавно школа образовалась. Ну, и выбрали только исходя из-за расписания. В итоге попали к тренеру. Его все называют дядей Гену. Он еще в советское время играл за местную команду. Вот. Ну, отлично относится к детям. Поэтому пошли в эту школу Симург. Соответственно, если со льдом иногда были проблемы, шероховатости, непонятки, как-то искали где-то в другом месте лед. И давали подкатываться. Другие команды как бы разрешали, все понимали, входили в положение. Я говорю, что ребенок не так рано начал заниматься хоккеем. Там в три года, как некоторые отдают у меня попозже. Ну, я сам этого хотел. Поэтому, ну, надо было как... То есть, я считаю, что три раза в неделю мало льда. Поэтому я просил где-то подкатываться. В свободное время сам выходил на лед с ним. Но не на арене Хумо. Есть рядом там тренировочная поляна. И поэтому, как бы, выходил с ним и достаточно долго катался. Уделял внимание катанию, чтобы... Ну, то есть, вот такие ситуации были. А так вообще вот с Симург. И выбрали только, ну, исходя из-за вот таких... Из-за такой ситуации. То есть, не было никакой информации о расписании. У нас удобное. Для нас очень сильно было. Поэтому льда была предостаточно. И достаточно быстро схватил это все. То есть, ты доволен тем, как стартовал Саша, соответственно, в хоккее? Да, да, да. Я очень доволен. И доволен, как к нему все тренеры относились. То есть, и уровнем тренировок. Я видел, как дети тренируются в России. Достаточно много. И видел, как начинал Саша. Хотя он немножко умел кататься. Но как им занимаются. То есть, различий именно по детскому хоккею. На начальной стадии вообще немного. С России, хотя у нас, якобы, как принято считать, хоккейная страна такая. Но различий немного. И здорово. Тренеры себя ведут ко всем детям. То есть, подход профессиональный. Но мне очень понравилось. Мне очень понравилось, как и отношения моего ребенка. Поэтому на данном этапе я всем доволен был. Сейчас у нас Женя отвалился немножко от нашего видеочата. А ему тут предлагают приехать в Ташкент и получить казан. Кстати говоря. Вот так вот, Жень. Вот твоя связь тебя подвела. Ребят, давайте помашем ручкой. Мы же... О, Женя появляется. Отлично. Сейчас дождемся его. Тем, ты же помнишь, когда снимал Кирилл Альтман передачу «Хоккей в Узбекистане». Вот Женя с нами. Помнишь, да? Вот Кирилл Альтман просит нас всех помашать. Давайте тебе помашем. Кирилл, спасибо тебе. Хорошая была передача. Молодец. Да. А тебе Казан Олег Махоркин говорит, приезжай в Ташкент, получишь Казан. Серьезно. Вот. Так что, считай, напросился. Сейчас напишут. Считай, подписал контракт. Да. Да, да, да. Так. Теперь такой вопрос всем троим. Вы слышите, что кричат болельщики на Хумо-арене во время матчей? Паш, с тебя. Да, да, конечно. Вообще, болельщики на самом деле так и так. Что в нашей арене, то, что это такие эмоции, и не нужно из себя выжимать эмоции. То есть ты выходишь, и такой прям, у тебя заряд энергии, болельщики гонят. А у меня такого, как бы, наверное, не было. То есть, как-то очень легко играется. Болельщики настолько гонят вперед, настолько позитивно, настолько они с командой во время игры, там, после игры. Ну, первое вообще незабываемое. Жень, как ты? Лаги, там, барабаны, там, петок нету. Талисман ходит развлекать всех даже. Как везде по-настоящему. Да, да. Да, конечно, конечно. Ну, я, в принципе, знаком с некоторой ситуацией на трибунах, которые происходят. Ну, не глобально, не на всех. То есть, болельщики, конечно, вообще не обсуждаются красавца. Вот. Большое им спасибо за сезон. Вот. Но именно там фан-зона, вот это, это как раз-таки родители. То есть, родителям большой респект, которые, они водят своих детей на тренировки, но тем самым еще и развивают детей, вводят их постоянно на игру взрослой команды. Я думаю, что это большой прогресс для детей. И так и должно быть. То есть, мы сами выросли, ребята в хоккейном городе вообще выросли там на таких временах и сами с детства ходили на хоккей. Я тоже постоянно в детстве ездил на матчи, смотрел, равнялся на игроков больших. Поэтому это очень надо и правильно сделали, что вообще в Узбекистане, в Ташкенте появился хоккей. И родители очень, очень, очень здорово занимаются детьми. Не так, что вот, отвел на тренировку, лишь бы отвел и сделал. То есть, они живут этим. Они живут хоккеем, я это знаю. Они ходят, они отменяют свои дела, планы, какие-то рабочие дела ведут детей на хоккей, сами в этом активно участвуют, живут командой. То есть, за это им огромное спасибо отдельно. Именно вот тем родителям, которые, естественно, являются нашими болельщиками, которые очень много уделяют время нашей команде и своим детям, которые берут пример с нас. Поэтому мы это все знаем. Я говорил это ребятам. Мы очень сильно стараемся. Очень сильно. Поэтому это будет один из основных факторов, я думаю, для нас всех, если мы останемся, ну, у кого какие, что дальше будет, не до конца известно. Но, дай бог, если мы, естественно, останемся в этой команде, то огромная заслуга это будет болельщиков. То есть, мы с удовольствием бы были, играли на этом стадионе при их поддержке. Кстати, вот такой вопрос. Почему вы хуже играете в гостях, чем дома? Неужели вот арена настолько вот за эти полгода астрономические, да, или за сезон, настолько арена начала играть большую роль, оказывает большое влияние на игру Хумо в чемпионате? Паш, 100%. Особенно в второй половине сезона, я так скажу, наверное, это, да, это такой плюс. Мы настолько были уверены в домашних играх, то есть практически во всех. Там даже в серии с Торосом мы знали, что домашние игры мы как бы возьмем, мы выиграем их. Какой ценой там, не важно, но мы выиграем. Это ташкентский Энфилд. Энфилд Роу, да. Понятно. Ну, Женя уже говорил, что дома канадская площадка, где-то еще в клубах ВХЛ во дворцах чаще всего европейская 30-метровой ширины. Может быть, как раз ребята пока перестраиваются. Нет, Саш, ты еще знаешь, какая ситуация? Ты бывает приезжаешь в условный, я не хочу никого обидеть, там, в Ижевск, да, все знают, какой там дворец. И там приезжаешь, там темно, ты катаешься, там вообще шайбу, все темно, в углах темно, людей на хоккее нету. То есть ты играешь, такое ощущение, как будто при карантине, как мы в Ижевске играли. Ну, арендаторы пришли поиграть. Да, эмоции приходится доставать за счет, там, с кем-то, там, соперника поругаешь, с кем-то на лавке, там, закусишься, уже пытаешься вот так завестись, уже каким-то другим мерами, которые не так, ну, они эмоции просто выкидываешь из-за того, что просто обстановка такая. Вот. Какая-то вот умиротворенность. То есть это даже, арендаторы даже играют, у них это светлее. Так, ребят, давайте. Мы поняли, что в Ташкенте все хорошо, не надо просто плохо говорить о других командах, не стоит. Мы поняли твою мысль, Жень, да. Не плохо, Сань, просто, ну, как бы, сама обстановка именно. Я не говорю, что там команда какая-то плохая, команды хорошие все были. Я в плане обстановки вокруг самой игры, да, это уже, как я не знаю, ну, это, наверное, маркетинг, кто этим занимается, я не знаю. Вот. Я понимаю какие-то силы своих возможностей, да, кто что может доставлять, но, как бы, сама вот эмоции просто нужны. У нас дома ты выходишь, у нас даже, блин, уже на разминке у нас народу сидят больше, чем где-то мы играли, где на хоккей приходило. Вот. Ну, понятное дело, численность населения, да, в Ташкенте сколько, 2,5 миллиона живет, там, условно, в других городах меньше. Но даже взять, там, тот же Альметьев, взгляд, там, постоянно битком. Хоть там город маленький, возьми все маленькие города, везде полные дворцы приходили. Курган, большой город? Нет, тоже полный дворец, у нас в начале сезона пришел. Да, за Уралия, за Уралия хорошо по посещаемости, да. Да, высшие линии, может, так многие не придают интерес. Хотя возьми Динамо, Санкт-Петербург. В Питере, вроде бы, казалось, да, СТА есть. А посмотрите, сколько на Динамо ходит людей. Полный дворец собирается. Вот, я понимаю, что, например, да, звезда Москве. Ну, в Москве столько интересов, да, и, понятное дело, немножко люди, кто туда, кто сюда, футбол, баскетбол, волейбол, да там все. Ну, чего уж тут говорить об этом. При этом даже плей-офф, так-то люди, сколько, ну, 3 сектора. Вот, он приходил, когда у них играли, там, в ЛДСК, как бы, ну, нормальная обстановка была игровая. Дворец хороший, как бы, ну. Я вот в плане просто эмоциональный. Ну, то есть, эмоции для того, чтобы настраивать себя и вести борьбу на максимуме возможности, нужны какие-то дополнительные эмоции. Я правильно тебя понял? Нет, они бывают, знаешь, когда эти эмоции есть, они есть. А когда вот нужно вытащить из себя, дома, например, да, с этим проблем никогда не было. Вот мы проигрываем там, условно, не знаю, кому-нибудь там, в любой команде проигрывали. Даже вот со звездой мы дома играли, когда Пашка сравнил, 2-2, когда по литвам львы и в тайме проиграли. Вроде казалось, да, игры как таковой у нас не было. Ну, за счет где-то вытащили, да, там, а-ля-у-лю, покричали все там, и все, бам, сравняли. Вот. Как бы тут тоже немаловажный фактор. Так, ладно, все, начали заводиться. Вопрос такой. Жены рядом, если что, уши им закройте. Вопрос, видимо, от девушки. Где вы таких красивых жен нашли или они вас нашли? Паш? Ну, грубо говоря, давно еще. Так все совпало, что мы начали встречаться, но и до сих пор поженились вместе. Ну, расскажи, Лапстори, вы со школы знакомы или как? Нет, мы знакомились в ВКонтакте. В каком году? В 10-м, что ли? Мне 10 лет было. Как-нибудь ознакомились. В ВКонтакте начали переписываться, начали встречаться. Ну, это этап. Все понятно. Что ты написал, спишь? Жень, ты как? У нас плей-офф туда шел, получается, 14-й год был в Магнитке. И после, получается, Сибирь прошли во втором раунде, да. И мы поехали по прилету домой на следующий день ужинать с ребятами. И так получилось, что, ну, как будто я жена сидела с подругой тогда за другим столом. Вот. И как-то, ну, так, глянулись. И потом, ну, уже списались сами. Вот. Я даже через подруг заходил. Через еешних. Вот. Вот. Ну, и потом встретились как-то. И потом, ну, все, уже потом поженились. Через год. Понятно. Ну, Артем, по-моему, в одном классе учился, нет? Не-не-не, у меня постарше. Мы просто тоже с одного города. А город маленький, поэтому периодически видишься, ну, вообще с любым человеком. Это сейчас уже много новостроек, и как бы много очень народу стало, даже в маленьком городе. А тогда все примерно виделись. Сначала случайно увиделись, там, второй раз случайно увиделись, даже не общались. Ну, и все. И когда возможность предоставилась, я подошел. Ну, как бы ничего из этого не вышло, естественно. С первого раза у меня редко что выходит. Ну, вот. И... Ну, и потом второй, третий раз, как бы, пообщались. И... Ну, долго, долго было все. То есть... Очень долго, где-то около года. Раскручивалось, закручивалось потом. Ну, потом, так сказать, поднадавили, ресурсы включили. Вот, и все нормально. И так вот до сих пор. Уже достаточно давно, мне еще было 16 лет, поэтому... Уже достаточно давно мы вместе. Вот сейчас вот этим эфиром сколько девушек вы заставили страдать. Так, теперь рояль в кустах еще один. Я вас просил листочки достать с маркерами. Сейчас давайте возьмем их. И надо будет написать... Да, да, да. И надо будет написать ответ на вопрос. А вопрос такой. Пришел от нашего болельщика. Сначала пишем, потом по моей команде показываем. Что лучше на вбрасываниях, Воронин или Ворошила? Мне тоже записать? Пиши, пиши. Я не знаю, что писать. Так, Пашу видим. Братья. Так, я? Да, пока. Это просто... Можно же прочитать. 50 на 50. Вот, вот. Вот это, как говорится, министр иностранных дел Лавров у нас, Евгений Григоренко. 50 на 50. Молодец. Никого не обидел. Вот. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Воронин входит с шайбой. Всей тройкой входим, пересекаем синюю линию. Кому отдаст Артем? Пишем номер. Кому отдаст Артем? Вот сейчас. Так. Пока не показываем. Я вместе попрошу показать. Ну, я объясню, почему. Конечно же, так. Ну, конечно. Что за ситуация-то? Ситуация. Вошли всей тройкой в зону соперника. Пересекли синюю линию. Кому сейчас при прочих равных отдаст передачу Артем? Из вас Женя и Паша. Я написал. Жень, написал? Ну, я тоже написал. Это не однозначно вопрос, да. Вот теперь давайте все вместе. Раз, два, три показали. Так, если видно. Да. Давайте крупно возьмем. Ну, я примерно как... Я примерно как вот... Да, Женя Григоренко. Примерно так рассматриваю эту ситуацию. Ну, тоже. То есть, кто там будет. Но вообще я направо отдам. Вот. Вот. Почему направо ты отдашь? Тебе удобнее, потому что ты леворукий? Нет. Потому что там сразу бросок удобнее, наверное, сходу пойдет. Поэтому в этой ситуации... Ну, как-то будет игрок уже... Ну, я так вижу эту ситуацию. Потому что, да, он развернется либо под бросок сходу, либо просто бросит ее. Ну, как-то так. Вижу. Но отдал без разницы бы кому. Да. Он не смотрит... То есть, дело не в персонале. Дело в том, что какая-то ваша... Нет. О, нет. Нет, конечно. Если там был бы пас, допустим, чуть сзади, Григо бежал бы левее, чуть впереди, я бы отдал налево. Но если в одинаковой позиции, два одинаковых с одной стороны и с другой, то, конечно, я бы отдал направо пас. Независимо от игрока. Поэтому здесь только исходя из хоккейных побуждений нету никакой... Поняли, поняли тебя, Тём. Еще один вопрос с листочками. Ваша и Женя отвечают. Тёма, соответственно, опять же, ответ устный. Когда в Ороне более комфортно? В большинстве или в меньшинстве? Что-то написать надо? Что-то надо написать. Болмен. Вот так напишите. А мне не надо, да? А ты не пиши, ты будешь отвечать. Хорошо. Готовы? Да. Ну, опять там, понятно. Показывай. Вот. Паша не нон-конформист, так сказать. Паша все-таки считает, что в большинстве. Тём, ну расскажи, когда тебе удобнее. Ты очень много лет в «Спартаке» играл в бригадах меньшинства. В большинстве или комфортнее? В первой бригаде. Большинстве ему на «Спартаке» комфортнее стоять. Ну расскажи, когда? Ну, когда я играл в «Спартаке», тогда мне в меньшинстве было комфортнее играть, потому что я был сосредоточен на этом. И, естественно, когда тебя просят, там, тренерский штаб. Поэтому там была у меня одна задача. Здесь задачи две. Но самая основная, наверное, всё-таки, поскольку мы первая тройка и первая спецбригада большинства, конечно, нам надо обязательно забивать. Не секрет, что это одно из самых главных хоккеей. Поэтому сосредоточен я больше на большинстве. Но на меньшинстве, соответственно, меньше, поскольку мы достаточно много играем. Так получилось. И да, этот аспект, наверное, на данный момент на втором месте у меня. Хотя всю жизнь был на первом. Но сейчас просто в силу ситуации... Ага. В силу ситуации, да, такое. То есть, наверное, да, большинство, нежели чем большинство. Всё понятно, понятно. Ребят, давайте вспомним первую бригаду большинства хумов в этом сезоне. Это вы, это Сева Сорокин и это Семён Валуйский. Вот объясните всем болельщикам, почему Семён Валуйский забросил 12 шайб в большинстве? Как так получилось? Почему именно он? Мог бы не 12, мог бы ещё больше забить 2. Допустим. Потому что изначально пытались именно его вводить на бросок. То есть, мы говорили между собой и принимались. Там Женя стоял на полборта, старался диагонали давать. Вот. Потом мы себя через низ разыгрывали. Тоже у меня, в принципе, была задача на Семёна перевести шайбу. То есть, потому что это его заслуга, в первую очередь, что у него бросок хороший. И старались как-то вывести его на... С пасом у него тоже, в принципе, всё неплохо. Но решили, что давай ты без паса просто завершай атаки. Да. А то мы постараемся тебе как... Да, постарайся максимально... Мы постараемся максимально тебя вывести на бросок. То есть, вот вы, такие мастерливые ребята, все трое, в принципе, нормально относитесь к тому, что забивает другой человек? Ну, конечно. Даже не обсуждается вообще, главное забить, конечно. Поэтому, если бы даже он все шайбы в большинстве забил, то... Жень, как ты считаешь? Главное выбрать. Там кто забил, там кто барабан. Что же я не знаю? Хорошо. Хорошо. Молодцы, молодцы. Вот это командный дух. Я надеюсь, что все это увидели. Это не подставное было. Ребята об этом вопросе не знали. Так. Вопрос. Зубы у вас свои или уже вставные? Свои. Свои, свои. Поломанные, но свои. У тебя скол какие-то, да, Артем? У тебя скол? Да, да, да. У меня чуть-чуть, меня там ломали, я наращивал, но... Так, вроде особо в последнее время не задевали, но сколы есть, да. А давайте... Как-то особо не мешает, поэтому вроде говорят, после карьеры сделаешь. Я говорю, ну ладно. Мальчики. Паш, у тебя есть история, связанная с зубами? Да. Ну, все так. Со своими зубами? Может быть, бывшими уже? Ну, у меня вообще был сезон, по-моему, позаправленный. У меня, по-моему, раза четыре за сезон, мне... ...засывали внутри раза три, то есть верхнюю десну, там, внутреннюю, нижнюю, то есть сквозная у меня была. И вот это все за один сезон, я заколебался ходить к тому холоду, и раз четыре, именно три, раз полчаса. Вот. Вот это, по-моему... Ворошилов в этом году у нас находился. Что-что? Ворошилов в этом году находился. Ему много раз зубы выбивали. Да, особенно, когда почему-то мы были, по-моему, в Москве, вот, тренировались, да, раза два. У него одна и та же ситуация была, там, вставляли, ломали, ну, в общем, жутко-жутко все было. Он у нас отметился. Жень, у тебя все зубы свои? Ну, я в Ташкенте один вырвал. И все, да? А льду нет. А, кстати, не скучайте, не скучайте без шлема, без визора. Как-то привыкаешь же за сезон, там, можно шлем носить визор. Отдыхаем пока. Я вот форму разобрал, то есть, тоже что-то выкинул, там много было, что-то оставил. В бауле порядок навел, постирал, наконец-то. Баул постирал? Да. С чем, с формой? Ну, вообще без визора, без формы, как, вот ты скучаешь, ну, как бы это, как вторая кожа. Ну, разок одевали сейчас, дом просто мелкому показывали, чтобы он посмотрел, и он сейчас стал на себя мой шлем одевать. Вот. Я приобщаю немного. Экипировки. Вопрос от болельщиков, опять же. Кто чаще в этом сезоне получал победную тюбитейку? Вот, по вашему подсчету. Смиряга, наверное. Сколько у него примерно? Смиряга или Паштиня. Нет, Паштиня, наверное, раз в два, три. Смиряга, наверное, раз в шесть, наверное, точно. Ну, да. Да и потом просто даже Смиряги перестали вручать, как-то приняли такое решение, что сам Смиряга сказал, не надо как-то. Когда ему вручали, почему-то проигрывали, он сам сказал, не надо. На следующий матч, что ли, говорит, какая-то для меня, в общем, не надо. Потом убрали. Если бы мы не убрали, ну, как бы, не решили бы, что ему не вручать, я думаю, он гораздо больше бы получил. Вот. Но мы это сделали. И потом, потом, да, потом уже все, кто заслуживал, там, было еще честно. Остановимся на Смиряге. Кстати, вот вопрос про Рому. Он из-за суеверия, соответственно, отменил свои тюбитейки. Есть ли у вас какие-то свои суеверия, и можете ли вы о них рассказать? Жень. На самом деле, знаешь, Саш, когда вот начинаешь в них верить, начинает меньше получаться, почему-то. И когда на них не заморачиваешься, тогда как-то все идет по-другому. Но они, понятное дело, есть. Это в голове сидит, это уже не год, не два, не три. Это вот постоянно, да. Вот. И как-то... Ну, они есть, но я конкретно не могу сказать, какие. Всегда бывает по-разному, знаешь, ситуация будет. Да, так неоднозначный ответ какой-то, можно сказать. Паш, у тебя есть суеверие? Нету. Так, одно суеверие – это не верить. То есть стараться, как бы наоборот, стараюсь. Что-то хорошо, я стараюсь, типа, не вот этому же, а ломать эти стереотипы как-то. Все пытаюсь, наоборот, сделать. Чтобы вот это в голове не сидело, о, надо сделать так же, надо там так же, там тоже сделать, в этом же прийти и как-то. Ну, знаешь, абстрагироваться от этого. Понятно. Тем? Да, да мы с Пашей тоже на эту тему разговаривали во время сезона, как-то после игры. И поэтому, в принципе, у меня, наверное, такой же ответ я стараюсь. То есть, да, для спортсмена это нормально, что ты провел там хороший матч и провести разминку так же, как ты ее проводил там в предыдущем матче. Но чем, наверное, быстрее ты поймешь, хотя, может, кому-то это помогает, это суеверие. То есть, ему не надо это понимать. Мне, как бы, точно понадобилось время, чтобы понять, что это никакой роли не играет. Я отгоняю от себя тоже этот, ну, как-то делаю все другое специально. В принципе, я думаю, что я сам себе это доказал, как бы, что это ни на что не влияет. А делал ты одни шорты перед игрой или там, или вышел в штанах на разминку в спортивном костюме. То есть, даже до такого, естественно, доходило или у кого-то доходит, все это свелось на нет. Поэтому я сто процентов убрал это от себя и вообще это никак не влияет. Ну, вот у меня лично осталось, когда я играл в футбол, у меня вошло в обиход, что я завязывал сначала левую бутсу, потом правую. И сейчас я даже обувь так надеваю, сначала левую, потом правую. Вот как-то в жизнь перешло. Вообще это ни на что не влияет, просто привычка, грубо говоря. Можно сказать, что суеверие это тоже просто привычка? Ну да, да конечно. А сейчас попробуй справа одевать. Вот скажи, может... Мне уже некомфортно. Я надеваю справа и понимаю, что все-таки плохо. Ну вот, да. Это вопрос привычки. Думаешь, блин, некомфортно одел ботинок и уже может что-то не залавиться. Если ботинка началось, значит сейчас я иду на улицу и дальше не... Ну, а вот мы... А мы вот типа так думаем, да, что ты не одел... Ну, раньше... Ну, я думаю, так, примерно так происходит. Ты не одел конек, тебе что-то неудобно, ты вышел на лед, тебе уже неудобно. И пошло-поехало. Ну, поэтому как-то стараемся быстрее это откинуть. И я, слава богу, справился. Я откинул как бы. Так, теперь вопрос Даши от болельщиков. Какие слова знаете на узбекском языке? Жень. Паш, что? Ну, хоп, понятно. Жень, ты что? Алга. Алга. Что я сейчас... Давайте, кто вспоминает, говорите. Ноль. Мне, наверное, надо стараться побольше вспомнить. Я так запамятовал. Жень, что ты сказал? Я был в Ташкенте, наверное, помнил. Энчера-та. А. Не так бы он говорит. Я тоже... Понятно. Это то, что перед матчем объявляют наши ведущие, да? Да, 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 да. Понятно, понятно. Ну, а поздороваться-то сможете? Общий. Общий привет? Общий привет. Асалам алейкум не знаете, что ли? Знаю, знаю. Так, ладно. Ну, это уж... Козы. А, козы? Сматы. Кстати, куриная, да. Вопрос такой, серьезный. Бывают ли моменты, когда болельщики мешают? Где? На арене. В Ташкенте? Может быть, в жизни. Может быть, в жизни. Может быть, достают через соцсети, там, когда ты занят. Бывают ли такие моменты? Серьезный вопрос. Пойдем. Паш, давай с тебя начнем. Ну, у кого как, наверное. Кому-то, может быть, то, что достают, то есть ждут после игр, пишут. Кому-то это, может быть, надоедает, мешает. Ну, я думал, вряд ли это, может быть, минимальное количество человек, кому-то это мешает. В плане, если поддержку брать на игре, то я думаю, что это никогда не мешает. Может быть, в отличный случай, и то, наверное, когда начинают сыскать команду, то есть такие матчи, когда очень все плохо не идет у команды, но и то, это может быть помогает встать на ноги и сбалить, поменять. Поэтому я думаю, что никогда не меня не мешает. Закуситься, да? То есть характер проявить. Понятно, понятно. Ну и опять же вопрос про болельщиков. Есть ли у вас такие люди, с которыми вы сдружились из болельщиков в Ташкенте? Можете их назвать просто по именам? Жень. Ну, не то, что сдружились, но я как бы так частенько отвечаю в директе, в инстаграме. Вот не так давно мне скидывали про клип, который болельщики для нас сделали после Тороса, наверное, да, где в разных локациях все стоят и про каждого игрока мини-стих, наверное, такой мини-стихи сделали. Вот. Много так достаточно. Ну, как Ворон еще вначале сказал, да, всем не успеваешь бывает ответить, либо всем отвечать, либо никому не отвечать. Я отвечаю так, но не всегда успеваю всем, потому сразу не ответил, а потом забыл. Так со всеми стараюсь. Ни с кем отношения, в общем, не больше, чтобы впечатления плохого бы не было. Ну, у тебя есть даже такие персональные фанаты в инстаграме есть, если Григоренко фан там ведут твою страничку там и так далее, и так далее. Это приятно? Ну, да, это как-то зародилось подача. До Нового года, по-моему, она появилась, я видел. Вот. Я удивился даже, что на самом деле, что так сделали. Сейчас со временем я видел, что Евгений Николаевич по песену появилась такая же страничка. Есть, да. Офишал. Саша Шеробина создал. А вы видели, вот, Женя сказал, что посмотрел. Ребятам очень интересно, кто записывал вам это видео обращение перед матчами со звездой. Тем, ты видел вот это вот персональное поздравление там, где каждому делали? Не помнишь? Ну, перед матчами со звездой, после Гороса. Ну, да, 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 да. Видел? Это, я не могу все равно. Может, я даже вообще, если честно, не видел. Паша, ты видел? Не припоминаю. Мы с Женей в номере. Да, 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 в Москве. Мы в номере прислали, и мы вместе смотрели, да. Там, где на улице, там по пять человек. Да, да, да. Говорят с именем игрока. Да, да, да. Не, я пропустил, по-моему, это. Да, мне никто не сказал, я не видел. Я кидал в группу с игроками, Артем. А его там нету в этой группе? Ну, я в... Как нету? Я в тренерской. Понятно, понятно. А видели, на сайте вы выложили поэму, болельщики написали про команду. Да, вот это я видел. А я нет. Я вчера видел, мне... Да, 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 я видел, круто. Вот, обязательно зайдите, прочитайте, да. То есть, болельщики, насколько вас любят. Я думаю, нам пора... А? Кто? Кто говорит? Паш, ты? Да, да, да. Это где, говорю? Я, по-моему, не видел. На сайте, на сайте. На сайте написано, Куму атакует, соперник, покажи, победная шайба в воротах лежит. Что-то такое. Зайди на сайт, прям на главной странице есть. Вот, ребят, надо нам заканчивать, потому что, ну, по всем законам, так сказать, медиа, внимание уже притупляется. Кто-то, конечно, поздно присоединился, кому-то не очень понравится, что мы заканчиваем. И заканчиваем мы таким серьезным вопросом. Если вам там через год или там через какое-то время поступит предложение играть за сборную Узбекистана, вы рассмотрите его? Тем, ты чемпион мира России молодежной, но во взрослую сборную ты не привлекался. Да, но это не означает, что я не могу рассмотреть это предложение. Несмотря на то, когда оно будет сделано, и почему бы не рассмотреть. А дальше взвесить все. Ну, что я не говорю нет, сто процентов, конечно, я так не скажу. Сказать да, но, наверное, да, будет больше, чем нет. Но, опять же, да, в силу обстоятельств всех. Поэтому посмотрим, поступит ли оно вообще и как это будет все развиваться. Понял. У меня как-то так. Я, насколько знаю, что если ты за сборную Узбекистана выступаешь, то ты полностью отказываешься от российского гражданства. Ты полностью паспорт меняешь. Это решение не просто так вот взял, сказал, как Ворону сказал, и не да, и не нет. Это надо думать, садиться. Тяжело ответить. Как бы такой вопрос не тяжеленький из разряда. А никто не говорил, что будет легко. Согласен. Это нужно такое решение ответственное принятие и от этого отталкиваться. Паш? Ну, ребята ответили более чем правильно. То есть, это обстоятельства, как бы, да, рассмотреть, да, сказать сразу нет или да, тоже я так не скажу. Это и технические моменты, как Женя сказал. И какие-то обстоятельства на тот момент когда Женя может быть. То есть, много нюансов, поэтому рассмотреть, да, рассмотреть можно. Ну, вот это был очень важный вопрос, да. Давайте все вместе помашем Ташкенту, Узбекистану, не знаю, Ферганан, Аманган. Кто нас смотрит? Всем привет. Самарканд, Букара, конечно, все. Ребят, вам домашнее задание выбрать вопрос, который вам больше всех понравился, от каждого по одному, и, соответственно, мы наградим уже после самоизоляции, когда, может быть, перед следующим сезоном, мы наградим там памятными подарками авторов самых интересных вопросов. А сейчас я руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Хумо» Александр Малышев, и наши ведущие форварды Павел Сдунов, Артем Воронин, Евгений Григоренко. Прощаемся с вами. До свидания. И смотрите наши следующие стримы в «Хумо» и не скучайте по хоккее. Увидимся. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok